Доброе утро, дорогие друзья. Всем доброе утро из Киева. Я приехал из Иерусалима в Киев. И успел добежать. Мы продолжаем изучать Тору. Галина Писоцкая нас смотрит. Значит, все хорошо. Где бы ты ни был, чем бы ты ни занимался, Тору надо учить каждый день. Потому что, как говорится, Тиихаену Варахимену. Потому что она жизнь наша и продолжительность дней наших. И тот, кто учит Тору, он может быть спокоен, что жизнь его освящена Божественным Светом. И он знает точно, что делать, что не делать. И когда что делать, и когда что не делать. И ему, в принципе, понятно все в жизни. Значит, сейчас, что нам нужно сделать. Габарджоба, да, я так понимаю, что Максим Перенчук из Грузии. Как раз уже нам пишет. Все, значит, сейчас я сегодня, скажу вам честно, я с 7 утра выступал. У меня было сегодня выступление. С 7 утра до 9 я выступал в организации, которая называется Маде Утро. 150 было человек. И я провел им такое занятие про энергию. Как быть энергичным. И поэтому я не успел подготовиться сегодня к уроку. Но, но, вчера вечером я как раз перед сном, я заканчиваю, сейчас заканчиваю уже, заканчиваю я редакцию книги Мишли. То есть, многие спрашивали, когда выйдет книга Мишли. Вот мне осталось, я сейчас нахожусь в 20 главе. И мне осталось, получается, 11 глав отредактировать и написать предисловие к этой книге. И после этого отдам я эту книгу уже в редакцию. Я думаю, что с Божьей помощью скоро, ну, в этом году должна выйти книга, в этом календарном году. Вот. И в очередной раз я понимаю, что вот самая практичная Тора, самая такая жизненная, самое вот то, что делать-то на ежедневной основе. Я не говорю сейчас про аллахот, про законы. Есть законы. Законы Торы это четкие, конкретные законы, где прописана до деталей практика. Но почему делать, как делать, психология Торы, взаимоотношения, взаимоотношения с собой, со своим злым началом, со Всевышним, с людьми, это все притчи. Притчи это самый такой, знаете, жизненная инструкция. Вот. Поэтому, несмотря на то, что я сегодня не успел подготовить урок по книге, по книге, которая называется «Береди свою речь», но мы всегда можем подойти к Мишле. Давайте сейчас, вот, так как у меня уже 20 глав отредактированы, кто первый напишет номер главы, мы откроем вот эту главу. Давайте, напишите номер главы и номер отрывка. Первые две цифры, это то, что мы будем сегодня разбирать, и Всевышний нам как раз через кого-то подскажет, на что обратить внимание. Давайте так. Задумайте вопрос какой-то вот, который вас волнует. И сейчас кто-то первый напишет номер главы и номер отрывка. И мы сейчас разберем этот главу и отрывок, и я думаю, что получим ответы на свои вопросы. Давайте. Притчи, притчи царя Солмона, Мишли на иврите. Сейчас кто-то напишет номер главы с первой по двадцатую. Всего тридцать одна глава, но двадцать уже отредактированы. Тридцать семь, это нет такой главы. Вторая глава, пятый отрывок. Все. Надежда Зельдова написала первая. Вторая глава, пятый отрывок. Все, открываем. Вторая глава, пятый отрывок. Три, четыре, пять. Все, пятый отрывок. Звучит пятый отрывок так. Тогда постигнешь страх перед Богом и обретешь познание о всесильном. Но из вот этого отрывка пятого, да, видно, что он относится к четвертому. Потому что когда начинается пятый отрывок, аз, тогда поймешь страх перед Богом и познание всесильного найдешь, значит, мы должны посмотреть четвертый отрывок. Без этого пятый непонятно. Это, кстати, очень интересно. Может быть, это является ответом на большинство вопросов. Вот часто человек спрашивает, как мне поступить в этой ситуации? Что мне сделать? Что выбрать? Человек часто задает вопросы, но без того, чтобы узнать, что было на предыдущем шаге, невозможно дать ему ответ на вопрос. То есть, меня сегодня женщина спрашивала, вот я переехала из своего города в Тиев. И вот сейчас у меня вопрос, мне заниматься тем, чем я занималась в старом городе или заниматься новым? Я говорю, женщина, я не знаю, откуда я знаю. Надо узнать, чем вы там занимались, чем вы здесь можете заниматься. Надо узнать, что вы хотите делать, что вам нравится, что вы умеете. И тогда, тогда будет понятно. Здесь то же самое. Четвертое. Значит, четвертый отрывок звучит так. Значит, давайте сложим вместе два этих отрывка. Зачем люди гоняются? Зачем люди гоняются в жизни? Чаще всего за серебром. Серебро это было в то время, когда писал царь Саламон свою с Мишлей. Это была разменная монета. Серебром покупали. Но если у человека что-то скапливалось, он это прятал. Это сокровище. Например, он там наторговал, наторговал, наторговал. Купил золотую монету, закопал. Дальше эти были, помните, грабители. Грабители пираты, морские пираты. Напиратели там они, напиратели, ограбили, ограбили. Потом, оп, сокровища закопали. То есть была технология такая. Серебром рассчитывались, сокровища прятали. Теперь люди всю жизнь гоняются, если мы посмотрим, большинство людей большую часть своего времени, своей жизни тратят на то, чтобы приобрести какую-то вначале профессию. А потом этой профессии зарабатывать себе на жизнь. То есть большая часть жизни человека проходит в работе. То есть он гоняется за серебром. И некоторые ищут не серебро, некоторые ищут журавля в небе. Есть синица в руке. Синица в руке это то, что ты сразу можешь получить. Журавль в небе это мечты. Теперь говорит нам царь Соломон в четвертом отрывке. Если будешь ты искать Тору, если ты будешь искать божественное знание, как другие люди ищут серебро и сокровища, ас тогда только ты тавин и раташем, тогда ты поймешь страх перед Богом, трепет перед Богом, ве даат элотим тимца. И познание всесильного ты найдешь. Значит, в чем здесь смысл? Вот люди, они все хотят жизни одного. Все хотят, чтобы было хорошо, все хотят, чтобы было спокойно, все хотят, чтобы было много удовольствия, много радости и так далее. Но как это получить? Есть очень у людей ошибочные представления. Например, когда какая-то страна идет завоевывать другую страну, выходит правительство, например, это была там фашистская Германия, они говорят немцам, уважаемые немцы, давайте сейчас мы пойдем и ограбим весь мир, давайте мы всех захватим. Немцы говорят, и что? Фашисты говорят, будет отлично, будем хорошо жить. Начинается Вторая мировая война. 80 миллионов убитых. Среди этих 80 миллионов, 20 миллионов убитых немцев. Что эти люди хотели умереть? Они хотели потом получить разрушенную Германию? И хотели они, чтобы, ну, чтобы вообще это страхи, да, что было? Никто не хочет этого. Но очень часто люди, когда они стремятся к хорошему, они говорят, я хочу, чтобы было хорошо. Но они к этому идут совершенно путями, которые им приносят только зло. Понятно. Говорит царь Соломон, если ты будешь стремиться к божественной мудрости, к Торе, то, что Бог сказал, это добро, это зло, вот как правильно строить жизнь, как правильно строить семью, как правильно воспитывать детей, как правильно относиться к людям. Если ты будешь это искать, как другие ищут серебро, и как другие ищут сокровища, а ты ищи мудрость, он говорит. Ну, именно не просто мудрость, какую-то математику. Ищи божественную мудрость. Ты должен понять, как мир работает. Ты должен понять, как все устроено. А с Тавиной Рата Шепта, да, ты поймешь прежде всего страх перед Богом. Значит, как понять страх перед Богом? Почему именно надо понять вначале страх перед Богом? Значит, у каждого человека, у каждого человека есть в жизни мотивация. То, что двигает человеком по жизни. И всеми людьми двигает по жизни, двигает очень простая мотивация, да. То есть, первая мотивация у людей. Хочу, чтобы было хорошо. Хочу удовольствие, чтобы было приятно. Хочу, чтобы, ну, чтобы все было хорошо. Да, все хотят люди, чтобы было хорошо. А вторая мотивация какая? Хочу, чтобы не было плохо. Хочу, чтобы не было боли, там, какого-то неприятности, страха, болезни и так далее. Теперь, значит, мотивация страхом, она сильнее. То есть, мотивация страхом, она сильнее, потому что, ну, страшно, никто не хочет умирать, болеть, там, делать какие-то операции, не дай бог, и так далее. Теперь и люди, они выбирают, делают выборы по жизни, главный выбор большинства людей – избежать страдания. Например, утром надо рано вставать. Что большинство людей думает? Ой, не хочу вставать, хочу полежать в кровати, поспать. В кровати же приятно, вставать неприятно, если рано. Но надо же идти на работу. То есть, большинство людей должны идти на работу. Их там ждут, кого в 8 утра, кого в 7, кого в 5 утра ждут уже, кого в 10. Кого не ждут, например, да, но возьмем тех, кто ждут. И вот человек утром просыпается, у него будильник, и он хочет спать. Ему лежать удовольствие, вставать – страдания. Но он такой лежит уже, хотел бы заснуть, но он думает, блин, если я сейчас не прийду, меня опять будут ругать на работе. Меня там оштрафуют, какие-то деньги с меня снимут, я кого-то подведу. Ой, вообще, надо мне это, не надо. Его страдания поднимают с кровати. Поднялся он с кровати, значит, пошел на работу, ну и так далее, и так далее. Говорит нам царь Соломон, если ты будешь искать божественную мудрость, и если ты будешь, главное для тебя будет понять, как все работает, тогда ты поймешь страх перед Богом. Тогда ты поймешь, что тебе нужно бояться в жизни только испортить с Богом отношения. Потому что если ты с Богом испортил отношения, если ты делаешь то, что Бог запретил делать, или же ты не делаешь то, что Бог сказал делать, тогда, тогда, значит, реально, может, будут неприятности. Не то, что они может, будут, может, не будут, будут. То есть все, кто нарушает волю Всевышнего, им гарантированы неприятности, гарантия. Да, то есть это как законы природы. Вот, и тогда, когда человек понимает страх перед Богом, он понимает, что это лучший страх, который может быть, Ирата Шем, трепет перед Богом, страх перед Богом, то тогда он меняет все свои страхи, которые у него есть в жизни, на один страх, страх перед Богом. И тогда, аставин Ирата Шем, тогда ты поймешь этот страх перед Богом, и ты поймешь, насколько он хорош и удобен, насколько тебе удобно бояться Всевышнего, и не бояться ни людей, ни обстоятельств, ни события, ни смерти, ни потери, ничего тебе не надо бояться, если ты боишься Всевышнего. И дат элутим тимца. И тогда тебе откроется, именно как тимца найдешь, найдешь ты тогда познание всесильного, тогда тебе откроется вот это вот устройство мира, и для тебя вдруг тебе все станет понятно. То есть тебе не то чтобы, вот просто тебе будет, вот ты смотришь, и тебе как свет такой, бах, и тебе все понятно, что Бог от тебя хочет, почему, как, как мир работает. Это вот такой вот очень хороший четвертый, пятый отрывок, который мы как раз изучили. Да, все, и тогда бояться нечего. Вот я реально вчера даже заметил, как раньше у меня была такая привычка, я очень-очень, вот с детства у меня было, знаете, есть такая квартиру, заперто, не заперто, я там все время боялся, а вдруг я не запер дверь. Потом я думаю, а все от Всевышнего. Слушай, Всевышний обо мне заботится, чем мне бояться. Ну, запер квартиру, хорошо, не запер, тоже хорошо. Все будет хорошо. Все, теперь давайте Дмитро, нас просит Дмитро Латуха, 20 глава, 6 отрывок. Давайте-ка мы переходим сейчас, 20 глава, 6 отрывок. И нажимая 20 глава, я, кстати, книгу сделаю интерактивную, и можно будет, она будет тоже и в электронном виде, можно будет, нажимая на любой отрывок, сразу перескативать на его объяснение. То есть будет идти просто текст, я так думаю, текст будет идти подряд с переводом, притча, ну, текст на иврите, отрывок, перевод на русский, и дальше идет мое объяснение. И я вот думаю, что я сделаю в начале, там получится, вот полностью подряд будет идти текст, но если ты на него нажимаешь, то будет перескок на объяснение. Значит, 20 глава, 6 отрывок. О, вообще очень-очень полезный. Я думаю, что для многих, для многих этот отрывок будет сейчас таким открытием, откровением. Вот моя жена дорогая меня смотрит, все. Значит, 6 отрывок до 20 главы звучит так. Рав Адам Икра Ишхаздо. В Иш Эмуним Мимца. Значит, Рав Адам Икра Ишхаздо. Много, много людей, много людей, много людей, возглашающих каждое милосердие свое. Рав Адам Икра Ишхаздо. Много людей, провозглашающих, как бы, человек свое милосердие. Хесет Шилов, милосердие его. В Ишемуним, а верного человека кто найдет? Значит, какое тут объяснение? Значит, много людей, есть здесь несколько объяснений. Первое объяснение такое. Когда человеку плохо, многие искренне хотят и даже обещают ему помочь. Это первая часть. Когда человеку плохо, каждый провозглашает, да, надо ему помочь, надо ему помочь, там, как тебя жалко, все. Но реально помочь, мимца, кто найдет того, кто реально поможет, того, кто вот возьмет на себя, пойдет и поможет. Это первое объяснение. Что такого верного человека, который вдруг в беде не бросит, лишнего не спросит. У меня недавно была ситуация, когда я очень, то есть я стараюсь ни у кого ничего не просить. То есть у меня вот какой-то такой подход к жизни, что есть в Талмуде, в Талмуде есть такое выражение, что в Талмуде есть объяснение, это в притчах есть выражение, что сонема тано тахе, тот, кто не любит, ненавидящий подарки, будет жить. Тот, кто не хочет у людей принимать подарки и принимать помощь, это как он будет жить, да. Такое выражение. И я старался, вот у меня был учитель Равицкак Зильбер, зацаль, и он, я помню, ему было там за 80 лет, мы пришли как-то к нему домой, и он даже не дал никому там посуду убрать, ничего сделать, да. То есть он все делал сам, никогда не хотел никому обращаться за помощью, даже там, когда ему было 80 лет. И я тоже стараюсь никогда ничего не просить, ни у кого делать, все сам, все. И вот у меня недавно была ситуация, когда я попросил о помощи там людей, которых я считал мне очень близкими людьми, и мне не помогли. Просто вот так вот реально, просто сказали, а мне неудобно там, ну не помогу. И я вдруг понял, что вот это вот хорошее отношение, там добрые слова и так далее, в момент, когда доходит до того, что нужно помочь, реально нужно помочь, рядом Ишимуним Мимца, кто найдет человека доверенного, верного человека, кто найдет, да. Много людей, возглашающих каждое милосердие свое, а Ишимуним, это тот, кто доверенный человек, который реально сделает Мимца, кто найдет его. То есть очень тяжело найти вот такого человека. И многие там, у меня много друзей, приятелей и так далее, дойдет до сложного, посмотрим, кто останется. Теперь, второе объяснение здесь есть, много людей, провозглашающих милосердие свое. То есть много людей, которые, делая что-то хорошее, они об этом очень сильно делают рекламу такую, там вот мы делаем, 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 делаем. А человека, который это делает именно из-за своей веры, помогает, не из-за рекламы, не из-за признания, не из-за славы, не из-за того, чтобы его назвали добрым человеком, а Ишимуним, то есть человек, который делает это от всего сердца и не ждет от людей благодарности, а делает, потому что Бог сказал это делать, и, значит, такого тяжело найти. Теперь, здесь есть еще один нюанс, который очень здесь интересен, тоже стоит на него обратить внимание. Много людей, возглашающих каждое милосердие свое. То есть на иврите это хаздо, это милосердие его. И для многих людей, для многих людей милосердие, вот, например, говорят, жестокий тот отец, который не наказывает своего ребенка. Это очень интересная такая идея, это тоже в притчах. Вот ребенок, он, например, поздно встает, да, Мама говорит, спи ребеночек, отдыхай больше. Папа говорит, что значит, спи ребеночек, отдыхай больше, а ну вставай, значит, ты бездельник, бездельник не должен, там человек вообще, и он на ребенка кричит, например, отец. На первый взгляд, мы смотрим, что это плохо, это ужасно. То есть он, мама говорит, мама ему говорит, это плохо, это ужасно, как ты можешь там на ребенка кричать, пусть спит, Все. В итоге ребенок спит, и потом он становится человеком ленивым, он не может встать с утра. Или же папа, который поступает жестоко и просто плохо он кричит, но у ребенка в голове остается травма даже, пускай это травма. И у него в момент, когда он утром хочет лежать и спокойно спать, а у него в голове звучит папин голос, не будь бездельником, вставай, кто рано встает, ему Бог дает, нельзя быть бездельником. И у него эта травма осталась на всю жизнь, он всю жизнь встает рано, занимается спортом, работает, занимается каким-то полезным делом, он не может лежать и бездельничать с утра. Кто ему больше помог? Каждый человек провозглашает милосердие свое, каждый думает, что хорошо для другого то, что он считает хорошо. Кто любит сам вкусно кушать, он другому милосердие свое, он его вкусно кормит. А кто веган, например, он другому дает травку. А кто голодает, например, лечебное голодание по брегу, и он хочет милосердие свое проявить к людям, он ему вообще ничего не дает, водичку дает ему дистиллированную, говорит, пей водичку. Вот это я тебе добро сделал, я тебе воды дистиллированной налил литр, вот и пей воду тогда, да? Каждый человек провозглашает милосердие свое, то, что он считает милосердием. Вы ишему ним, человек доверенный. Эмуна это истина, это эмуна, это как вера, ну, как бы мы исходим из предпосылки, что тот, кто создал мир, он знает, что такое хорошо, что такое плохо. Что Бог в Торе сообщил, это добро, это зло. Значит, человека, который идет по Торе, который действует действительно по правилам, и так, как Бог сказал, мимца, очень мало людей, которые по-настоящему знают, что такое хорошо, что такое плохо, что такое добро, и знают это не в субъективной, субъективной короткой перспективе, а в объективной. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов, мы, я считаю, что притчи надо постоянно повторять, повторять, в них есть ответы на все вопросы, и с Божьей помощью, вот, очень хочу в этом году выпустить книгу, чтобы были с объяснениями, с переводом, я сам делаю, вот, переводя, стараюсь переводить более на современный язык, потому что есть переводы на русский язык, которые сохранили тот стиль, который был тогда на иврите, да? То есть, это как слово о полку Игореве, да, какой-нибудь такой, древнерусский язык, и также переводят, древний иврит переводят на современный русский, на древнерусский, и поэтому человек, который читает, он не понимает, о чем идет речь, поэтому я стараюсь перевести так, чтобы было понятно, сохраняя смысл, но используя слова, которые понятны современному, более, более современному интеллекту. Кстати, царь Самон, почему эта книга, она вошла, вот так вот она вошла, это Тора, это письменная Тора, кстати, эта книга, что он говорил притчами, то есть притча, это когда он говорил на иврите, это Мишли, он примерами понятными объяснял непонятное, но если тому поколению было понятно, что такое серебро и что такое сокровище, и зачем они, то нам это нужно объяснить уже более понятным языком, что я стараюсь и сделать. Все, всем удачи и успехов, благословений, хорошего дня, хорошего месяца, чтобы было божественное благословение на всех добрых, хороших людях, которые стремятся выполнять волю Всевышнего, и чтобы открывалось вам знание, мудрость, благополучие, здоровье, энергия, и чтобы у каждого было влияние на окружение свое, чтобы вы распространяли божественный свет. Наша миссия Ваикра, это как платформа, где мы стараемся помогать каждому, кто распространяет знания о Боге. Все, удачи, успехов, божественное благословение. Всем пока.